Приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня предлагаю приготовить, пожалуй, самый простой торт. Зато он очень экономный. Сам по себе мне он все-таки кажется пресноватым, поэтому я обычно добавляю обжаренные орехи. Можно также дополнить торт фруктами или ягодами. Для домашнего чаепития такой торт будет очень кстати, так как делается быстро. А список ингредиентов открывайте под описанием. К сметане я беру 15% жирности, добавляю растопленное и остывшее сливочное масло, сахар, ванильный сахар и немного соли. Размешиваю до однородности. От общего количества муки отложу столько же, сколько возьму какао. Можно взвесить на весах, но я просто беру такую же посудку. К оставшейся муке добавляю половину чайной ложки соды и хорошо размешиваю. Подсыпая муку к сметанно-масляной смеси, замешу тесто. При необходимости корректируйте количество муки, так как у вас может быть сметана другой жирности или другой густоты. Готовое тесто разделю ровно на две части при помощи весов. В одну часть добавляю отложенную муку, а в другую просею порошок какао. Домешиваю тесто прямо руками. Следите, чтобы оно было не перенасыщено мукой и получилось таким нежным и эластичным. Потом вмешиваю какао и посмотрите, каким нежным получается тесто. Каждый вид теста делю на три части. Накрою пленкой и уберу в холодильник минут на 20. Далее вытаскиваю каждый шарик из холодильника, кладу его между листами пергамента и раскатываю. Если вам так неудобно, можно сверху подпылять мукой и раскатывать. В процессе примеряю дно формы, диаметр которой у меня 20 см. Можно воспользоваться тарелкой. Довольно часто накалываю вилкой. Затем отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Пока корж еще горячий, обрезаю его по тому же дну от формы. Обрезки убираю, они мне еще пригодятся. Точно так же выпекаю остальные коржи. Друзья, смотрите на моем канале и другие рецепты не менее простых тортиков. И даже без выпечки. Ну вот в итоге у меня получилось 6 коржей. Теперь сделаю крем. Беру сметану, у меня 26% жирности. Добавляю сахарную пудру вместе с ванилином и взбиваю. Если у вас сметана не очень густая, можно добавить загуститель или предварительно ее отвесить в марле. Устанавливаю разъемное кольцо и чередуя коржи по цвету, смазываю их кремом. И прямо на крем посыпаю предварительно обжаренным и мелко перемолотым арахисом. Можно это делать через слой, можно каждый слой для более насыщенного вкуса. И вообще количество орехов берите на свое усмотрение, можно взять и больше. Таким образом собираю весь тортик и немного сметаны оставляю для промазывания боков. Дам постоять тортику в холодильнике минимум час. Конечно, чем дольше он стоит, тем мягче становится. Извлекаю из кольца. Обмазываю бока и посыпаю крошкой, которую я сделала из обрезков и орехов. И последний штрих. Укладываю сверху немного миндальных лепестков. В общем-то, торт готов. Конечно, вы можете дать ему еще немного пропитаться, хотя и сейчас он уже достаточно мягкий. Посмотрите, вот таким симпатичным тортик получается на разрезе. К тому же он очень нежный и мягкий, буквально тает во рту. Обладает таким насыщенным вкусом обжаренного арахиса. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. А вы пекли когда-нибудь такой тортик? Ведь этот рецепт из далекого советского времени. Я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok